Добрый вечер всем. Сегодня мы будем разговаривать о распаде царства и о фигуре основателя северного царства Яровалию Саниневата. Значит, мы уже начали, собственно говоря, в прошлый раз разговор о распаде царства. Там был Алекс, который задавал вопрос, связанный с тем, когда впервые проявляются какие-то конфликты между севером и югом. Надеюсь, что я смог убедить, что, по крайней мере, с точки зрения авторов Танаха они начинаются уже во времена Давида. И, прежде всего, как изображается распад царства в книге Малахим. В книге Малахим, как мы уже говорили, есть как бы два параллельных хода. Один ход связан с грехами Шлумо, точнее, с грехом Шлумо, и он представляется автору главной, основной причины распада царства. Непосредственным поводом к распаду царства послужило поведение сына Шлумо, наследника престола, Рахавама, который приходит в Шхем, чтобы там было подтверждено его право царствовать. Что само по себе сигнализирует о некой напряженной ситуации между севером и югом. Казалось бы, наследование должно происходить без такого рода церемоний. Но в данном случае, как, впрочем, и в предыдущих, и в случае с Шаулями, и в случае с Давидовым, и в случае с Шлумо, наследование престола или воцарение связано с какими-то напряженными ситуациями, которые приходится разрешать. В данном случае Шхем избирается не просто так. Это центральная, один из центральных городов северных колен, культовый центр. И там Рахавам, согласно Киим-Лахим, выслушивает просьбу представителей северных колен, во главе которых стоит Яравам Сын-Невата. О нем мы будем дальше говорить. Просьба состоит в том, чтобы он смягчил налоги, которые были наложены на них в бытность царствования Шлумо. И я не буду пересказывать всю историю, она известна. Так или иначе, Рахавам по совету своих молодых друзей отвечает решительным отказом, видя в этом некоторое поползновение на то, чтобы ограничить его власть. В качестве примера можно вспомнить то, как российский император Александр III в свое время отреагировал на то, на предложение ввести конституцию, нечто типа парламента, ограничить власть. То, что лоббировал его отец Александр II, он сказал, что я, русский самодержец, должен отчитываться перед какими-то скотами, которые там заседают где-то. Вот примерно в таком же духе ответил Рахавам посланникам севера, в результате чего, согласно книге Млахим, представители северных колен объявляют о расколе, каково и происходит. И все попытки Рахавама силой вернуть власть над северными территориями заканчиваются ничем. И более того, он получает некое пророчество от пророка по имени Шмая, что это воля Бога, которой противиться нельзя, царства должны распасться. Более того, и здесь мы как бы делаем некий флэшбэк, непосредственно перед этим рассказывается история о том, что пророк по имени Ахия Ахилони из Шило встречает в чистом поле вот этого самого главного представителя северных колен Яравама, сына Небрата. И там, во время этой встречи, он ему предвещает царскую власть, что Бог передает ему власть, царскую власть над всеми коленами, за исключением колена Яуды, которая остается у наследника Шоломо. Все это, естественно, объясняется тем, что Шоломо уклонился от службы Богу. И царствование Яравама, оно тоже обусловлено его поведением, тем, будет ли он исполнять Божью волю. Так это представлено в книге Младхим. То есть, если, опять же, мы подытожим, получается такая двойственная картина. С одной стороны, царство распалось из-за греха Шоломо, и это главная причина, потому как, с точки зрения автора книги царей, просто недальновидная и безответственная политика молодого Рахавама, не может являться достаточной причиной распада царства, созданного с благословением Бога. И, тем не менее, он описывает некое историческое событие, связанное вот с этими переговорами в Шхеме, которые являются непосредственным поводом к распаду царства. Так это, повторяю, описывается в книге Младхим. Теперь, перед тем, как мы зададемся вопросом о степени историчности этого описания, я бы хотел представить вам, прежде всего, то, как это вынуждено писать автор книги Хроник, автор книги Девариамин, который пишет через несколько сотен лет в персидскую эпоху и сталкивается с проблемой. Мы эту проблему уже обсуждали. Он по двум причинам не может приписать распад царства царю Шломо. Во-первых, потому что он не допускает мысли о том, что Шломо согрешил. А во-вторых, потому что он не допускает мысли о том, что наказание переносится на следующее поколение. С точки зрения автора книги Хроник, который является здесь последователем пророка Ихискеля, главным образом, воздаяние носит исключительно индивидуальный характер и не может переноситься с отца на сына. Тогда получается некоторая вилка, которую не так легко разрулить. Такая странная ситуация. Он не может не рассказать о распаде царства, потому что это некоторый, с его точки зрения, исторический факт, мимо которого не пройдешь. Существует два царства – Северное Израиль и Южное Иудея. С другой стороны, получается, что остается только одна причина. Причина та, что Рехабам, сын Шломо, повел себя недальновидно и поэтому привел к распаду царства. Он должен был послушать совета старцев, которые советовали ему в этот раз прогнуться и не конфликтовать с северянами, а он послушался южам, а он послушался своих молодых друзей, своего окружения и решил поиграть мышцами, что и привело к распаду. Но, с третьей стороны, автор книги «Хроник» не может тоже представить себе ситуацию, что царство, благословенное Богом, распалось из-за вот этого странного поведения Рехабама. Этого недостаточно. Что же остается? Остается некоторая вещь, которая как бы звучит диссонансно в контексте книги «Хроник». Он пишет, цитируя книгу Млахим, книгу царей, и не послушался царям народа, потому что это было инспирировано Богом. То есть вот этот конфликт между Рехабамом и северянами. Это было инспирировано Богом с тем, чтобы он, Бог, исполнил слова, которые он передал через пророка Ахию из Шило и Раваму сына Невата. Теперь о самом этом пророчестве автор книги «Хроник» ничего не рассказывает. Он эту ситуацию, этот рассказ о встрече между вождем северных колен, «Яровамом сыном Невата» и пророком Ахию из Шило опускает. Почему он это делает? Это мы сейчас тоже проговорим. Но во всяком случае он это опускает. И поэтому эта фраза о том, что все было инспирировано Богом, который говорил через пророка Ахию из Шило, вызывает удивление у читателя, скажем, который не знает книгу Млахим, книгу царей, он не понимает, о чем, собственно говоря, идет речь. И в такой же точной степени непонятно в контексте книги «Хроник» слова пророка Шмайя, который в момент, когда новоявленный царь Рахавам пытается силой вернуть власть над северными коленами, говорит им Рахаваму от имени Бога. «Так сказал Господь, не воюйте с братьями вашими, с северными коленами, возвращайтесь к себе по домам, ибо это было от меня, это, то есть от Бога». Что именно от Бога, почему именно от Бога, непонятно. То есть автор книги «Хроник» попадает здесь в некоторый капкан и разреши, как бы раскрыть его, освободиться из этого капкана, он фактически не может. Дело в том, что отношение к северному царству в книге Млахим сложное, неоднозначное. С одной стороны, как мы уже сказали, распад царства инспирирован Богом. Невозможно сказать, что северное царство создано было незаконным образом. С другой стороны, очень быстро автор книги Млахим, книги царей, показывает, что первый же царь северного царства, о котором мы буквально через несколько минут начнем разговор, повел себя не так, как от него ожидалось и, что называется, пустился во все тяжкие, наплевал на предостережение пророка и устроил в северном царстве с точки зрения служения Бога, Богу полное безобразие. По сути дела, положение в северном царстве с самого начала его возникновения было гораздо хуже, чем в Иудилии, которое тоже еще в конце жизни шло у мост, скатилось на довольно низкий уровень. Поэтому в книге Млахим, в книге царей, отношение к северному царству такое. Оно было создано по воле Бога, по воле Бога, как наказание, постфактум. Этого не должно было быть изначально. Изначально должно было продолжать существовать единое царство. Но из-за грехов шло мол, Бог вынужден был привести к распаду царства в качестве наказания, избрав Рахавама в качестве исполнителя, как сказать, этого наказания. То есть поведение Рахавама, это недальновидное поведение, было предопределено, детерминировано, как надо было. А дальше ситуация такая, что в этом тандеме Иудея и Израиль. Иудея все-таки в целом выглядит лучше, чем Израиль. Израильское царство гораздо дальше уходит от Бога, впадает в совершенно страшное язычество, и поэтому кончает очень плохо. Задолго до Иудеи. Это действительно исторический факт. В 720-м примерно году до новой эры Израильское царство пало под натиском Ассирии. К тому было много разных политических причин, но с точки зрения автора книги царей, Млахим, как он излагает ее в 17 главе второй части книги, причина состоит главным образом в том, что они пророков не слушали, поклонялись другим богам, и поэтому Бог их так сурово наказал, и при этом предостерегающий палец поднимается и направляется в сторону Иудеи. Смотрите, вас может постичь такая же судьба, что действительно и происходит спустя полтора столетия. И тоже, естественно, наш автор объясняет это теологически. Во всяком случае, его концепция неоднозначна. Теперь, когда мы переходим к книге Дебрея Мим, то одна из явных черт этой книги, которые задерживают на себе наше внимание читателей, заключается в том, что автор книги Дебрея Мим решительно не хочет рассказывать историю Северного Царства. Книга Млахим, книга царей, рассказывает параллельно истории двух царств. Более того, можно сказать, что в первой части книги царей значительно большее внимание уделено истории Северного Царства, помимо прочего, от того, что есть целый блок, который, видимо, его источник в северных израильских традициях о пророках Ильяу и Ильише. Так что, по крайней мере, есть некоторый паритет. В книге Дебрея Мим, книге хроник, ничего не рассказывается, практически ничего, об истории Северного Царства. Если оно и упоминается, то только в связи с Иудеей несколько раз. Почему? Причина не скрывается нашим авторам, потому что он видит в этом царстве исходно беззаконное образование. И как бы с самого начала, по определению, это царство есть царство греха, которое, по сути дела, не имеет права на существование, но по странной прихоти воли Божьей оно, тем не менее, образовалось. Вот что получается в книге хроник. Он возвращается к этому несколько раз и называет основателей Израильского Царства негодяями, которые, кстати, мы увидим этот текст еще, используя молодость и неопытность Рахавама раскололи царство. То есть, вот это, как бы, такое вот напряжение между тем, что, с одной стороны, царство не могло расколоться бы без воли, не быть на то воли Бога, а с другой стороны, из желания всячески очернить это царство и сказать, что никакого права на существование оно не имело, а если Бог и остался с кем-то, то только с иудеей. Это вот порождает такое непримиримое, можно сказать, противоречие в книге Деврея Мим, книге хроник. Когда мы задаемся вопросом о том, как оно было на самом деле, то у нас нет, конечно, никакого прямого ответа на этот вопрос. Мы уже на самых первых занятиях обсуждали, что любое объективное историческое исследование не может базироваться на одном источнике. Должно быть несколько. Несколько, причем независимых друг от друга. А мы не можем назвать книгу Деврея Мим и книгу Млахим, царей двумя независимыми друг от друга источниками. Книга хроник Деврея Мим базируется на книге Млахим, царей и изменяет от того периода у нас нет независимых источников. Любопытно, что первый независимый источник, мы это упоминали на самом первом занятии курса, приходится как раз на царство Нерахавама, но более поздний источник, рассказывающий о походе египетского фараона Шишенко или Шишака в Ханаан. Но о распаде царств нам ничего не сообщается. Поэтому на сегодняшний день ситуация такова. Есть что называется минималисты, есть максималисты. Есть те, которые говорят о том, что в целом, видимо, следует принять за основу библейский нарратив, конечно, отодвинув в сторону все теологические экскурсы и сказать, что да, после смерти Шлумо царство развалилось, распалось на две части, что бывает нередко после того, как умирает сильный правитель. Либо царство может распасться, либо начинаются какие-то внутренние бунты, смутное время. Опять же, недалеко ходить за примерами, в том числе, и в русской истории. Так что можно считать за некоторое аксиому, что после смерти Шлумо царство распалось. Это мнение одной стороны. Теперь мнение другой стороны, минималистское мнение. Говорит о следующем, что вообще-то говоря, единое царство это, видимо, миф. Никакого единого царства не существовало, потому что во времена Давида и Шлумо иудея, как мы уже говорили по представлениям этой стороны, была маленьким, экономически неразвитым, политически слабым и демографически малонаселенным. образованием и максимум, на что могли претендовать свои власти цари в Иерусалиме, это на небольшую относительно территорию вокруг Иерусалима и в его окрестностях. Поэтому никакой огромной империи, условно говоря, Давида и Шлумо речи быть не может. А тогда что с точки зрения тех же минималистов, тогда следует сказать, что вот это разделение между Севером и Юром, которое никто не отрицает, существовало исходно и более того, существовало задолго до Давида и Шлумо. И это действительно то, что пишут в своих книгах такие авторы, как надавний Ман, как Исраэль Финкельштейн, археолог, как Ашер Сильберман и другие, которые говорят о том, что археологические раскопки показывают, что уже в ранних пластах, не только там в эпоху железа, но в эпоху бронзы, отчетливо прослеживается разделение экономическое демографическое между севером более развитым и югом развитым в меньшей степени. Теперь как, поскольку археологические артефакты с одной стороны говорят сами за себя, с другой стороны молчат, не являются текстуальными свидетельствами, которые говорят о чем-то прямо. Ученые делают выводы на основании этих артефактов. А выводы могут быть разными и истолковать их можно по-разному. И вплоть до сегодняшнего дня существует спор между этими двумя группами касательно истолкования этих артефактов. В частности, есть утверждение о, на основе некоторых раскопок в районе предполагаемого города Чарим недалеко от Бейт-Шемеша каких-то мощных постройках, которые свидетельствуют с точки зрения некоторых археологов о мощи царства Шумо. этот вопрос остается неразрешенным на сегодняшний день. То есть, он как бы остается ситуация зависит, очень многое зависит от подхода, от истолкования тех данных, которые археология доставляет, а литературных источников нет. Поэтому вопрос касательно распада царства остается открытым. Одно ясно, что начиная с IX века у нас есть четкие в том числе и небиблейские, внебиблейские свидетельства о существовании двух разных царств, северного и южного. А в этом действительно есть свидетельство измена. С этой точки мы с вами перейдем к разговору о фигуре основателя Северного царства Яровама. Мы его уже упомянули, но сейчас мы займемся вопросом о том, вот как он описан в книге Эмлахим в первую очередь. Что он собой представляет. Надо отметить с самого начала, что в 11 главе первой части книги Эмлахим говорится, что Бог еще при жизни Швумо потихонечку начинает царство его раскачивать, посылая всяких врагов, которые называются словом Сатана. Сатан здесь в этом контексте не является персоной ангельской фигурой, А это некоторое обозначение врага, препятствия, ловушки. И вот говорится, что Бог посылает Швумо таких врагов, один из которых называется Хадад, или согласно септуагенте, видимо, Хадад из-за дома, который еще во времена Давида, как тут сказано, был вынужден бежать от гнева иудейского царя и бежал в Египет, будучи еще молодым, и там, в Египте, он нашел убежище для себя и даже женился удивительным образом на сестре царской жены, родил сына и после того, как узнал, что Давид умер, решил вернуться домой и хотя фараон не очень понятно какой его отговаривает остаться, тот, тем не менее, просит вернуться во что бы ни стало. Мотивы, надо сказать, хорошо известный, несколько раз повторяющийся о том, что некого человека и народца уговаривают остаться. Таким, например, человеком является тесть Мушеф Тори. И вот еще одним таким врагом является как раз Яровам сын Невата. Но с ним сложнее. Он, казалось бы, из своих. Он из своих. Он служит шлумом. И дальше неожиданно говорится, что он поднял руку на царя. не обязательно имеется ввиду покушение на жизнь царя, это может иметься ввиду просто попытка бунта. Говорится о том, что Яровам сын Невата занимался строительными работами в Иерусалиме. И он был как бы начальствующим над теми строителями, которые пришли из так называемого дома Йосефа, то есть из северных колен. А дальше рассказывается та история, которую я вам уже изложил. Яровам выходит из Иерусалима, там с ним встречается Ахия, пророк Ахия Ишилу и предрекает ему царство, после чего говорится о том, что Шлумо решил умертвить Яроваму. И Яровам был вынужден бежать в Египет к Шишаку или к Шишенку, царю египетскому, и находился там до смерти царя Шлумо. То есть, как мы видим, история повторяется на новом витке, тот же самый мотив используется, побега, при этом как бы текст не сообщает все слишком подробно, но можно вынести отсюда впечатление, что после озвученного пророчества видимо Яровам попытался каким-то образом может быть плести какие-то интриги против Шлумо и это стало известно царю, после чего он решил умертвить такого опасного претендента на власть. возможно скрыто имплицитно звучит какое-то осуждение в адрес Яровама, который вообще должен был спокойно ждать, потому что ему было сказано, что все эти события произойдут не во времена жизни Шлумо, а лишь после его смерти. А он как бы эти события возможно форсировал. Но вот что интересно, в Септуагенте в греческом переводе и Емлахиме есть некая добавка к нашему рассказу о Яроване. Вот эту добавку я хочу вам озвучить. Она появляется в следующей, в 12 главе, где, собственно, рассказывается уже о распаде царства. К одному из стихов эта добавка появляется в Септуагенте и в переводе она звучит следующим образом. Был человек с горы Ефрайновской раб Шлумо по имени Яровам сын женщины, которую зовут Сруа, блудница. Это уже любопытная вещь, поскольку в тексте книги Блохим тоже мать Яровама названа этим же именем, но она называется там вдовица, а не блудница, альмана, а не зона. Где правда, трудно сказать. Возможно, автор книги Малахим хотел более апологетически представить образ Яровама, а может быть наоборот текст, который, еврейский текст, который стоит за переводом Септуагенты, пытался очернить Яровама и представить его сыном блудницы, но с третьей стороны можно сказать, что это тоже определенный мотив, который иногда повторяется. Первое, что приходит в голову, это, естественно, Ифтах, судья Ифтах, о котором тоже говорится, что он был сыном блудницы в книге судей. Вообще, когда речь идет о каком-то лидере, который приходит к власти в результате конфликтов, очень часто как бы говорится, что его мать была матерью с проблемами. Шлумо назначает его над работами дома Юсефа, как это и сказано в книге Млахиме. Хочет его умертвить, тот бежит в Египет и находится там до смерти Шлумо. Это то, что говорится в книге Млахиме. Мегицарей. Но здесь дальше добавка. Такая же, как по поводу Адада из Идома. Иравам, когда услышал, что Шлумо умер, то он попросил Шишака и Шишенка, фараона египетского, отпустить его. На что Шишенк сказал ему, я могу дать тебе все, что ты хочешь, зачем тебе уходить. Шишак дал ему в жены сестру своей жены. Она родила ему сына по имени Авия. И Млахим нигде не говорится, что мать детей Яравама, о которых речь еще пойдет впереди, египетская принцесса. Никак это не фиксируется. Яравам говорит Шишаку, нет, я пойду и ушел из гипта. Вот такая вот добавка. Теперь, как бы, перед тем, как двигаться дальше, я хотел бы как бы зафиксировать ваше внимание на том, я надеюсь, что как бы вы сами, может быть, чем-то это улавливаете. Дело в том, что вся эта ситуация чрезвычайно напоминает нам историю одного из центральных, если не просто, не центральную фигуру рассказа об исходе из Египта, фигуру Муше. Судите сами, что же, что происходит с Муше. Муше заступился за братьев своих евреев, чем навлек на себя гнев египетского фараона, который хочет его убить, после чего Муше бежит из Египта в Медиан. Там он живет у медианского священника, жреца Итро, женится, рождает детей, а потом ему сообщается о том, что люди, которые хотели тебя умертвить, то есть фараон, умерли, и тогда Муше просит у своего теста разрешения уйти в Египет. Тот дает, без споров дает, но как бы сама ситуация просьбы наличественная. Дополнительный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, заключается в том, что про Гравама не только как бы в переводе с греческого, а в еврейском тексте книги Махим говорится, что он назначен на севель бейт йосевель, бейт йосевель. Слово севель, оно существенное, потому что это то самое слово, которое используется при описании рабства еврея в Египте. То есть я фактически подвожу к тому, что тут такая зеркальная ситуация с точностью наоборот. В роли египетского фараона выступает Шнумо, в роли Муше выступает Яровам. Более того, обращу ваше внимание на то, что подобно тому, что Муше призван Богом, также точно и про Яровама рассказывается, что пророк сообщает ему волю Божию, согласно которой он будет вождем, царем Северного царства. Это опять же приводит в сходство с фигурой Муше. И наконец, то обстоятельство, что происходят некоторые переговоры, пусть не с Шлумо, пусть с Рахабамом, о смягчении налогов. Это тоже приводит нас на самом деле к тому, что ситуации, похожей в истории Муше, который приходит к египетскому фараону и просит отпустить народ и получает на это отказ, категорический отказ. Наоборот, фараон еще больше завинчивает гайки, отягчает рабство, ровно то, что делает Ирахавам. Вместо того, чтобы облегчить участь северных племен, северных более сильно угнетать, нежели делал его отец. К чему это на самом деле нас ведет? Я полагаю, что можно сделать в качестве первоначального вывода. Очевидно, что автор книги Млохим не питает большой симпатии к Ирахаваму. Он вынужден рассказать о расколе царства, о том, что Ирахавам был первым царем, о том, что это предшествовало пророчество. В отличие от автора хроник, он этих деталей не опускает. Он верен своими источниками и обо всем этого рассказывает. Но у него нет никаких сантиментов по отношению к Ирахаваму. И в конечном счете, он изображает его как ультимативного грешника. И в дальнейшем все израильские цари, когда обсуждаются их грехи, всегда говорится, что они поступали, шли путями первого же царя Ирахавама сына Невата и не слушались Бога. Но сквозь эту занавесь проступает некий рассказ, который возможно рассказывали на севере, в самом северном царстве. о своем основателе. И там, на севере, в нем видели отнюдь не ультимативного грешника, отнюдь не человека, отпавшего от Бога, а как раз таки наоборот человека, который привел к освобождению. и в этом смысле он выглядит как второй муше. То есть можно предположить, это некое предположение, гипотеза, невозможно доказать, но вот это сходство мотивов, сходство нарративных элементов, в результате чего сквозь образ Иеробама поступают черты муше и его истории, приводит к мысли о том, что, видимо, это не случайность. Теперь, надо помнить о том, что значительная часть материала, который содержится в исторических книгах Танаха, начиная от Иушуа, кончая Млахинь, весь дефтерономистический корпус так называемый, содержит, значительная часть материала, содержит в себе по всей видимости северные традиции, которые попали в Иудею, в Иерусалим после разрушения Северного царства и были использованы иудейскими авторами переработаны, иначе объяснены, а и таким образом можно предположить, что так видели Яровама на севере. Это как бы Яровам как второй Муше. Но мало этого, мы сейчас увидим, что он похоже выглядел не только как второй Муше, но и как второй Аарон. Но перед этим, если у вас есть какие-то вопросы, то самое время их задать. Господа и дамы, дамы у нас одна, правда. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, сейчас самое время их задать. У меня маленькие замечания. Не то, чтобы я спорить с авторитетами, просто маленькие. ты говорила о сомнительности упоминания, как это было обещано в книге Деволея Мим пророкам, а самой встрече ничего не было рассказано. Но вот интересно, что аналогичная вещь встречается и в книге Малахим, например, Тома Хазия, там в отношении него сказано, как это было сказано через пророка Йона Бен-Намитая. Когда сказано, кому сказано, само Фигу Малахим, этого нигде нет. Окей, значит, это верно. Действительно, только все-таки не Амацья, а Йоравам сын Йоаша Царя Китая. Да-да, вы понимаете. Я согласен. Да, я согласен. Действительно. Значит так, тут вот какая ситуация. Значит, в случае книги Малахим прямого объяснения, почему об этом как бы что этому предшествовало, какова была ситуация с Йона и сыном Амитая, почему этого нет, мы не знаем. Можно предположить, по крайней мере, не исключить того, что это то, что дошло до автора, и он-то включил, доедит до него целый рассказ, он бы, может быть, и рассказ включил. Не зря потом после второго храма было большое искушение что-нибудь рассказать про Йону сына Амитая, и поэтому возникает книга Йоны. книга пророка Йоны. Вот в случае Деврея Мин ситуация более тонкая, более проблемная, потому что у него есть очевидная адженда. Как бы он создает просто непонятный текст, текст, в котором лакуна настолько серьезная, что не зная рассказанная книге Малахим, невозможно понять. А в сущности говоря, то, что упоминается в книге Малахим, Бет, касательно Йоны, сына Амитая, и царствования Ярвама, сына Йоаша, это как бы не мешает, на самом деле, ни в коем мере не мешает пониманию происходящего. Там говорится просто о том, что Йоаш захватывает некоторые территории, и это происходит в соответствии с пророчеством пророка Йоны сына Амитая. И, собственно говоря, не что-то такое, что не дает нам понять текст. Вот. Так вот я смотрю. Я поднимаю, потому что на самом деле текст книги Малахим существует. И когда Девриамимы он опускает какой-то эпизод, это уже требует объяснений. Требует объяснений, главное, сама по себе композиция истории с распадом царства книги Хроника действительно непонятно, создает такую лакуну, которую нечем заполнить. И это просто потому, что он иначе не может поступить. Я понимаю, это просто мелкие. Второе, по поводу адженды человека, который убегает от царя, возвращается когда царь после смерти. Можно сказать, что такие же сюжеты построения можно антистик Давиду, который убежал в данном случае флистивлянам. Верно, верно, это общий мотив. Я в шалом сын Давида убегает от него. Можно, конечно. Если бы был бы только этот нарративный элемент, я бы поостерегся говорить о связи с мужем. Здесь просто есть некоторая масса, критическая масса нарративных элементов, которые строят подобие между образом Муши и образом Юравама. это то, что, на мой взгляд, решает. На самом деле, это не какая-то моя инновация. Я желающих обращаю к книге Яира Заковича и Авикдора Шинана «Локах Кату Батанах», не так написано в Танахе, там это тоже излагается. Теперь вот по поводу Аарона. Тут как бы ситуация более, что называется, прозрачная, потому что нам рассказывается о том, что после того, как Ярабам стал царем, говорится, что он начинает строительную деятельность. И в частности говорится так, что он опасается того, что в результате дом Давида вернет себе царство, потому что народ будет приходить в Иерусалим и приносить там жертву в храме. И таким образом он как бы проявит лояльность по отношению к Рахаваму, царю Иудеи. И тогда, говорит, Ярабам, меня, видимо, убьют. И что же решает царь Ярабам? поставить двух золотых тельцов и говорит при этом, хватит вам ходить в Иерусалим, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И поставил одного из этих тельцов в Иерусалим, от другого в Дании. И было это, как пишет автор книги царей, грехом и ходил народ вплоть до Дана. А кроме того, Ярабам наставил местных святилищ и назначил жрецов из разных слоев народа, которые не принадлежали колену Леви. А также установил праздник восьмой месяц, пятнадцатый день месяца, то есть нечто подобное тому, что называется Суккот, как праздник, который праздновался в Иудее. И он на жертвенники в Бейт-Эле приносил жертвы тельцам, здесь во множественном числе, которых сделал и установил там в Бейт-Эле жрецов местных святилищ, которых он назначил. И вот жертвы приносились в этот восьмой месяц, который он придумал Ярабам. Очевидно, что весь этот текст, он, конечно, очень неприязнен, выражает неприязненную позицию отношения к Ярабаму. Это как бы такой основополагающий текст, из которого дальше будет следовать вот эта шкала, по которой сравнивают царей Израиля с Ярабаму, сыном Невата, который совершил такое преступление. Еще до того, что мы дойдем до Арона, не сегодня уже дойдем до Арона, а в следующий раз, но мы должны задаться вопросом, а что он, собственно говоря, такого сделал? Отвечемся сейчас от известной истории с Золотым Тельцом, которая рассказывается в Торе. Забудем ее на время и посмотрим иначе. то, что практика, связанная с Золотыми Тельцами в Северном Царстве существовала, подтверждается. Она подтверждается и подтверждается не только библейскими источниками. Да, Золотые Тельцы имели место, что это такое было. Судя по всему, я как бы немножко сворачиваю весь это, все это обсуждение, но, судя по всему, Золотые Тельцы это была некая презентация божественной колесницы, седалища или трона Бога. Ровно такая же вещь существовала и в Иерусалиме, только в Иерусалиме были не Тельцы, а так называемые Херувы, Херувины. Сознания тоже достаточно странные, они как бы у нас есть изображение этих Керувов, дошедшие из Месопотамии, их упоминает Керувов и пророк Иерусалиме, это какие-то такие своего рода грифоны, полу-львы, полу-птицы, иногда с человеческой головой, с крыльями, такие мифические существа. Значит, мы знаем, что в Месопотамии как бы существовали культы Керувов, а с другой стороны, там, например, в Ханаане и Феникии существовали культы Тельцов. Но что такое были, собственно, эти культы, когда изображали того или иного бога, могли изображать просто этого Тельца или Керува как некую презентацию божества, а могли изображать это как то, на чем бог восседает или скачет или едет. Бог может скакать, ехать разными способами. На облаке, на Керуве, на Тельце. Арамейское божество, Горитское божество Балу действительно изображается как восседающее на Тельце. Бог Израиля называется в Танахе Йошев Крувин, тот, который сидит на Керувах. Чему я веду? Я веду к тому, что, собственно говоря, эти Тельцы исходно не являлись воплощением самого Бога. Никто не предполагал, судя по всему, что Телец и есть божество. Это некая храмовая презентация присутствия Бога или его трона, на котором невидимый Бог восседает. В случае еврейской веры, судя по всему, невидимый. Это постоянно подчеркивается, что человек не может видеть Бога и остаться в живых. Это не совсем так в языческих традициях, но так это в иерейских традициях. Теперь, что делает, собственно говоря, Иераван, устанавливая этих Тельцов в Бейт-Эли и Вдан. Тут есть две возможности. Опять же, максималистская и минималистская. Максималистская состоит в том, что, да, после распада царства, Иераван, как это рассказывается в Танахе, решил оградить своих поднанных от прихода в Иерусалим и установил святилище, где в городах, которые своей родословной могут вполне конкурировать с Иерусалимом. И Бейт-Эль, и Дан это древние пультовые центры, которые, во-первых, упоминаются уже в Торе, а во-вторых, и в таких книгах, как Иошуа и Шофтим, это важные центры, традиционные, Бейт-Эль напрямую связан с праотцем Яковым, так сказать, с северным праотцем, знаменитый сон Якова, и не только это. А в Дании, кстати говоря, напомню вам, согласно книге судей, первым священником был никто иной, как сын, внук Моше. А так, мы когда-то это обсуждали. Некто Йонатан в Бен Моше там значит, да, Йонатан Что, что, что? Там буквы Нон подвешены, так. Совершенно точно. Буква Нон подвешена. И мы говорили о том, что, судя по всему, это была как бы приписка Масаретов с тем, чтобы избавиться от этого странного ощущения, что Йонатан Бен Гершом, сын Гершома, сын Моше, был служителем северного святилища, святилища города Дана. То есть, и здесь намечается некоторая связка с Моше тоже. Это как бы позиция максималистская, минималистская позиция, которая говорит о том, что библейский нарратив так строится, что царство распалось, и Яроваму надо было не допустить приход своих поданных в Иерусалит. Но минималистская позиция говорит так, не надо было ничего делать. Это были альтернативные культовые центры. В Иерусалит, а на севере были Бейтель, Шхем, Дан и некоторые другие. И там были святилища, храмы. В книге Амоса напрямую говорится, что Бейтель это храм, это храм, царский храм, находящийся под юрисдикцией царя. Так что все эти так сказать нововведения Юровама с точки зрения минималистской выглядят как некоторая исходная ситуация севера. С точки зрения максималистской они выглядят как реставрация старинных центров. Теперь, что касается священников, жильцов, которые он выбирает, ну опять же у нас нет каких-то прямых доказательств тому, что здесь описано. Но с другой стороны мы знаем о том, что представление о необходимости, чтобы только представители колена Леви были жрецами, это представление не какое-то абсолютно доминантное, существовавшее повсюду и исконно. А в книге Шмуэля сказано, что сыновья его были жрецами, в Нейдовидку они мою, на всем Древнем Востоке цари исполняли функции верховных жрецов. Так что то, что тут наш автор говорит, что он набрал жрецов откуда попало, возможно отражает традицию, согласно которой там в Северном Царстве действительно в качестве жрецов служили не представители колена Леви, а других колен, северных колен. Хотя это не обязательно, опять же, учитывая историю с коленом Дару. Что касается праздника, есть разные взгляды на это, так сказать, нововведение. Есть те, кто считают, что это диктовалось какими-то соображениями экономического характера, и что на Севере удобнее было устраивать праздник Кущи в восьмой месяц, а не в седьмой. на самом деле не так очевидно и не так ясно. Во всяком случае, вполне возможно, что не все праздники, праздновавшиеся в Иудее, совпадали календарно с праздниками в Израиле. До нас дошел гезерский календарь, который перечисляет название месяцев, бытовавших на Севере, вполне возможно, то есть всей видимости это не те названия, которые бытовали в Иудее. Из Иудеи нам известны другие названия месяцев календаря, которые упомянуты в книге Млахин. Так что вся эта деятельность Яровама, которая изображена как деятельность исходно греховная, может быть понята совершенно в ином свете, как некоторое создание почтенных культовых центров, исходное ли их создание, реставрация этих центров, все зависит от точки зрения. Но во всяком случае все не так очевидно. Да, значит, мы здесь подходим к некоторой конечной точке нашего обсуждения сегодня, но в качестве вопроса на обдумывание с начала следующего занятия, когда мы завершим обсуждение, связанное с Аравалом, как же все-таки это сопрягается с историей о том, что произошло во времена исхода из Египта, о том самом знаменитом золотом тельце, в создании которого участвовал Аарон, и в качестве такой своего рода подсказывающего намека я хочу обратить ваше внимание на некоторую странную связующую нить между Яравамом и Аароном. Двух детей погибших, двух детей Аарона зовут Надав и Авигу. Двух погибших детей Яравама зовут Надав и Авия. Мы об этом как раз поговорим в следующий раз. Случайность ли это, что у того и у другого погибших сыновей зовут одинаковыми именами и оба производят некое одинаковое действие. Значит, мы как бы завершим разговор об этом золотом тельце в следующий раз и о связи с Аароном. Вот я только сейчас скажу, может быть оставим это, оставим это все-таки, но потом мы увидим как Яравам представлен книги хроники. Как он представлен книги хроники. Вопросы, замечания? Вот я что хотела спросить, удачу, все же получается, что и по минималистской теории хотят отдельное царство и разные может быть у них генетическое происхождение северное и южное. Тем не менее, вера как бы у них была одна. Один, да, вера в одного и того же Бога. Да, вера в одного и того же Бога, у нас нет никаких оснований сомневаться в этом, потому что это всюду как бы прописано. Значит, Бог, носящий имя Йод-Гей-Вав-Гей, он как бы является Богом Израиля и Иудеи. Теперь, как бы, ну, скажем так, с точки зрения этнографической, может быть, это главная общность этих двух народов, потому что, ну, как бы, если говорить о языке, например, то язык Северного Царства у нас есть тому свидетельство, отличался от языка Южного, то есть основной библейский иврит, который мы черпаем из книг Танаха, это язык, это Южный диалект, язык Иудеи, но был и Северный, который мы знаем, во-первых, по Гезерскому календарю X века, по самаритянским астраконам VIII века, а также по текстам книги Ошеа и Амоса пророков VIII века на Новый Эр, хотя книга Амоса подверглась значительной иудейской редактуре. И это был не совсем тот же язык, и в этом смысле расстояние между этими языками почти такое же, скажем, как расстояние между иудейским диалектом, библейского иурита и, например, моавитским языком, исходя из сравнения со стеллой моавитянского царя Мейши. Ну и там кто вот Белан, например, там много еще есть. Да, можно много добавить. Очень близкие на мои языки. Да, языки близкие. Теперь как бы многие обычаи разные, но тем не менее один Бог, одна вера, вера в одного Бога, это главная составляющая, которая сближает между собой северное и южное царство. Хотя и там, и там были отклонения, отпады разного рода, о чем мы поговорим, но все-таки да. Вот тогда с точки зрения минималистской теории, понятно, как это могло случиться, образоваться. Если это разного происхождения, хотя это в общем один и тот же район, тем не менее вот Маам, хотя казалось, на таком же состоянии находится, у него совсем другой Бог. Верно, это вопрос, хотя любопытно, что судя по всему, был еще один народ, который мы тоже обсуждали, был еще один народ, который, видимо, исповедовал веру в еврейского, в библейского Бога, а именно народ Медиян, по поводу которых у нас сохранились некоторые тексты, где упоминается, Медияне упоминается как народ Яву. Любопытно в этой связи, мы это в свое время обсуждали, любопытно в этой связи та как бы нарративная линия, согласно которой, во-первых, Моше удостаивается откровения как раз в тот момент, когда он пребывает у своего тестя Итро, и настойчивое утверждение, что Бог Израиля приходит с юга, из Парана, из мест, которые, в общем-то, недалеко находятся от Медиянских кочевий. Поэтому само по себе это обстоятельство, ну, вызывает вопрос, если смотреть по минималистской теории, но это как бы не что-то невозможное. Спасибо. еще вопросы, замечания? По-видимому, все. Хорошо, тогда на встрече через неделю. Окей. Спасибо. Спасибо большое. Счастливо. До свидания. Пока. Пока. Пока-пока.